Пока к теме беженцев перейдем, пора их отстреливать на подступах к границам Германии. Вот у немецкой полиции должно быть право открывать огонь на поражение по мигрантам, которые пытаются незаконно проникнуть в страну. Так считает представитель правой партии вот эта женщина, Фрауки Петри, значит, партия евроскептиков «Альтернатива для Германии», вот так называется. Ну, ничего себе альтернатива, хочется сказать. Конечно, она признает, что это крайняя мера, но только, считая так, можно остановить нескончаемые потоки беженцев, которые ищут обходные пути для приезда из Австрии в Германию. Причем, законы ФРГ позволяют сыновикам так действовать. В то же время, германский профсоюз полиции заявил, что полицейские не будут стрелять по людям, поскольку это антигуманно. Меняя территорику в отношении беженцев и канцлер Германии Ангела Меркель, на встрече с однопартийцами из Христианского демократического союза, она заявила, что ужесточит политику в отношении мигрантов, которые совершают правонарушения. К тому же заявила, что большинство граждан Сирии и Ирака должны будут вернуться домой, как только в их странах прекратятся вооруженные конфликты. Когда это случится, пока непонятно. То есть могут задержаться надолго, в принципе, мигранты в Германии. А у шведских праворадикалов терпение, похоже, совсем закончилось. Вот около сотни людей в масках напали на подростков-беженцев в центре Стокгольма и начали их избивать. Но нацисты забрасывали листовками людей с лозунгом «Хватит!». И в них были призывы наказывать североафриканских детей за то, что они путаются под ногами у жителей страны. Полиция задержала троих человек. Один из них ударил полицейского, другие носили маски и кассеты, что запрещено в Швеции. Все они признали. Это была спланированная атака. И поводом к ней стала гибель 22-летней шведки, которая работала в центре для беженцев. Ее убил подросток из Сомали.